Что меня вдохновляет? Наверное, делать какие-то вещи, которые будут приносить пользу другим людям и делать их жизнь проще и интереснее. Люди. Команда моя всегда вдохновляла. Такая сплоченная командная работа, она меня очень сильно и мотивирует на саму работу, и вдохновляет стараться еще больше. Постоянно ты находишься в таком удивлении работы. Меня вдохновляет наша открытость и готовность к изменениям. Наверное, самый простой вопрос. Просто я это люблю. Ты начинаешь с чистого листа, в чистом поле, и потом у тебя, благодаря твоим действиям, появляется что-то. Даже когда ты часть какого-то огромного проекта, то все равно ты знаешь, что вот здесь есть частичка тебя. Да потому что я расту, компания растет, и это, наверное, очень хорошо. Наверное, это все-таки вдохновляет вызов, да, то есть там сможешь, не сможешь, какие-то сложные задачи. Меня вдохновляют люди, и мне нравится их растить. А когда я понимаю, что все, я зашла в тупик, мне сложно, я ложусь спать, на утро все в порядке, иду и делаю дела. Я бурчу. Ставятся задачи, все сразу не получается делать, но маленькими шажочками мы достигаем результатов. Каждый день работы в нашей компании – это решение огромного количества задач. Каждая задача – это подвиг, и таких ситуаций было огромное количество. Каждый раз что-то новенькое. Приходишь, вроде все понятно, а через пять минут вообще все непонятно, все по-другому. Нужно просто очень долго стараться, пока не выйдет. По-другому тут никак. Ну, нужно сбежать за компанией, потому что он быстро так развивается, и нужно успевать. Все равно все будет хорошо. Вот. Это вот понимание, что мы все равно справимся, и много таких людей, на самом деле, у нас в команде, которым не страшно подойти, обратиться, и они помогут. Рядом со мной есть люди, которые всегда подскажут, как мне быть, если я не знаю правильного ответа. Помогает, что всем не безразлично, что все готовы помочь. Я пожелала себе не бояться, просто хвататься, брать и делать. Ну, типа перемены – окей, перемены сделаем по-другому. Наверное, я бы сказал, просто верь в себя, и все получится. Есть какая-то глобальная цель, и осуществив эту цель, ты уже успокаиваешься в том, что да, это возможно. Самое запоминающееся, наверное, то, что я, наверное, встретил свою жену. Конечно же, полюбил я ее за ровные бортики, за равномерную начинку, и за то, что она очень быстро снимает скачки. Какая будет компания? Ну, я думаю, мы точно завоюем мир. О, да если мы за 8 лет уже открыли почти 600 пиццерей, то, ну, тысяч так, 6. Через сколько? Через 20? Ну да, пусть будет тысяч 6. Я уверена, что Леня уедет на самые дальние острова и будет там самым счастливым. Рыльок всего мира захватит. Будем произвести вообще все, вообще все. Все получится, если есть желание. Наверное, все так же будут главными все-таки люди, а не машины, потому что без людей, без команды мы не сможем двигать горы, открывать другие страны и готовить по-настоящему крутой продукт. Но, безусловно, искусственный интеллект будет нам помогать. Будем его учить, учить быть умнее. Мы будем занимать очень много сфер, что мы будем стараться давать каждой сфере идеальный сервис, идеально выполнять свою работу и мир станет чуточку лучше.